Старуха подполье открыла, На колени встала, каравай достала, К печи кинулась, заслонкой забринчала, Щей плеснула, накормила, напоила, Баню истопила. Иван-царевич напарился, Намылился, пришел и на лавку повалился. Стала яга-ягишна расспрашивать его, От дела доброй молоди лытаешь, Или дело пытаешь. Слышал, бабушка, есть у тебя конь-бегунец, Мне как раз конь надобен. Есть, есть у меня конь-бегунец, Только так не дам, надо его заслужить. Ну, да ведь у меня не три года, Не год служить, только три дня кобылиц спасти. Упасешь, кобылиц, получай, бегунца, А не упасешь, на себя пеняй. Видал, поди, сколько голов на кольях в тыну, Только одной головы там еще не хватает. Поутру встали, накормила яга-ягишна Иван-царевича, Вогоняет двенадцать кобылиц, Все одной масти, волос в волос. Кобылицы хвосты задрали, Кинулись в лес бежать, Какай куда, Только их и видел Иван-царевич. Побрел он в лес, Сел на пенек, Да пригорюнился. Откуда ни возьмись, Подбегает медведица. Не тужи, Иван-царевич, Все дел справится, Вылонай-ка себе пруд покрепче, Да ложись отдыхай спокойно. Вечером я всех кобылиц соберу, Ты их тем прудом-то знай по богам охаживай, И никуда они не денутся, Все как одна домой побегут. Медведица убежала, А Иван-царевич выломал рябиновый пруд, К пеньку привалился И заснул крепким сном. Солнце стало на закате, Пошел по лесу конский топ, Выскочили с разных сторон Вон все двенадцать кобылиц дрожат, Гривы колон стоят. Иван-царевич и принялся их Рябиновым прудом по бокам стегать. Рябина не ольха, Гнется, не ломается, Вокруг хребта обвивается. Так проучил, Что все кобылицы В мылье домой-то прибежали. Ега-ягишна ворота отворила, Заперла кобылиц в конюшне. Ох, злодей, Не столько кормил-поил, Сколько гонял, да мучил. На стол собрала, Накормила Иван-царевич и говорит, Ложись-ка спать, Завтра со светом вдруг разбужу. Иван-царевич спит, не спит, Слышит, схватила-ягишна Железный пруд и побежала в конюшню. Ах, вы такие, сякие, растакие, Что я вам говорила? Не могли убежать да скрыться? И до тех пор их било-стегало, Покуда железный пруд не обломала. Да куда ж мы могли, матушка, скрыться? Как со всего белого света Сбежались в наш лес с медведей? Не видать бы тебе нас, Коль бы домой не убежали, Съели бы нас медведи-то. На другой день ни свет, ни заря Разбудила ей гая-ягишна Иван-царевича И сунула ему краёху хлеба. Пойди, службу справляй! Только Иван-царевич выгнал кобылиц за ворота, Как они хвост трубой, И разбежались в разные стороны. Остался Иван-царевич один, Побрёл в лес, Присел на пенёк, Да запечалился. Как табунт собрать, Да домой пригнать всех до единой? А в это время прилетела пчёлка. Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, Не тужи, Иван-царевич, Ложись, почивай, А вечером дел справится, Знай их кнутом стегай, И все до одной дома будут. Пчелка улетела, а Иван-Царевич свил себе кнут и спать повалился. И только солнышко стал садиться, как пошел по лесу шум, и одна за другой выскочили с разных-то сторон двенадцать кобылиц, все в пене, боками поводят, ушами придут. Иван-Царевич свистнул, крикнул, кнутом взмахнул и побежал домой. Иега-ягишна стоит у ворот, ругается. От злодей, от души губ, только и знал, что день детской гонял, а не поил, да не кормил. Со двора пришла, в чашку щей плеснула, кинула на стол черстую горбушку. А, ужинай! Иван-Царевич щей похлебал, лег на лавку, кафтаном укрылся, а сам не спит, слушает, что дальше-то будет. А яга-ягишна схватила медный прут, побежал в конюшню и принялась, кобылиц медным прутом стягать да приговаривать. Худо я вчера вас учила, опять не могли укрыться. Век бы не найти, не собрать, коль бы не пчелы. Налетело пчел, видимо-невидимо, и так они жалили, гоняли, что не стало мочи терпеть. На суше не могли скрыться, завтра в воде ухоронитесь. Утром все кобылицы рассыпались по морскому берегу и кинулись в море. Только круги да пузыри по воде пошли, а потом все и стихло. Сидит Иван-царевич на камне у самой воды, задумался. Как их на дне-то морском искать станешь? А в это время высунулась из воды щука. Не горю, Иван-царевич, всех до одной к тебе пригоню. Я сегодня тебе послужу, и вперед твоего добра не забуду. Только вспомни меня, всегда понадоблюсь. Щука скрылась, а Иван-царевич, а Иван-царевич стал день до вечера коротать. И как стало солнышко на закате, всколыхнулось море, выскочили на берег одна за другой все кобылицы, дрожат, фурчат, гривы колом стоят. Увидела баба-яга в окно, что Иван-царевич кобылиц пригнал, и стала считать. Считала, считала, костяной ногой топнула, руками всплеснула. Ой, такие сяки немазанные, не могли таки угораниться. Ну да все равно, живого его не выпущу. Выбежала на крыльцо. Хорошо, молодец, службу справил. Поди-ка теперь в конюшню крайнюю, там твой бегунец стоит. Пошел Иван-царевич в конюшню, а там стоит замореная конишка. На таком адре только воду возить, а не богатырю ездить. Субтитры создавал DimaTorzok